Всем привет! Меня зовут Юлия. Сегодня я расскажу вам о маленькой книжечке, которая сейчас служит мне большим мотиватором. Хюнги, а именно так называется книга, не имеет прямого перевода с датского на русский и обозначает скорее состояние, нежели конкретное понятие. Хюнги можно перевести как состояние счастья, покоя, домашнего уюта. В общем, это то душевное состояние, когда вам хорошо. Вот, например, вечером вы сидите с чашкой чая, с интересной книгой, в комфортном кресле. Примерно это состояние датчане называют словом хюнги. Вообще, мне очень нравятся скандинавские народы, их образ мыслей, которые находят отражение в их языках. Я как раз сейчас изучаю датский, обещала вам немного подробнее рассказать про этот язык. Во-первых, почему именно датский? Я обожаю скандинавский кинематограф, литературу, но, к сожалению, на русский, да даже на английский ежегодно переводится всего 10-15% из того, что у них выходит. И я сомневалась учить не датский или шведский, а именно эти два языка являются самыми популярными скандинавскими языками. Но в итоге остановилась на датском, потому что все мои любимые фильмы сняты в оригинале именно на этом языке. И когда я проходила собеседование в языковой школе, мне тренер сказала, что, в принципе, у меня проблем в изучении этого языка возникать не должно, потому что я активно учу английский, имею представление о финском. И когда учишь несколько языков, то дальнейшее учить гораздо проще. Но ничего подобного. Датский действительно сложный язык. Причем он сложен как для восприятия. Очень сливаются у них слова, согласные очень мягкие. При этом делаются упорно-гласные. Для русского уха это очень непривычно. Невероятно важна интонация, то есть необходимо слышать слова именно в контексте, иначе вы рискуете попасть в какую-нибудь глупую ситуацию. По звучанию же датский мне напоминает мягкий вариант немецкого. И, возможно, если вы знаете или учите немецкий, то датский будет даваться вам гораздо проще. Я под видео оставлю ссылку на песню «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце» на датском. Она звучит как ла-датский. Советую посмотреть. И там датский язык звучит, ну, очень красиво. При всем при этом я считаю, что у датчан действительно есть чему поучиться не только в бытовых вопросах, но и в вопросе отношения к собственному родному языку. Как мне рассказала мой преподаватель, она коренная датчанка, у них крайне немодно использовать заимствование. То есть в русском языке я в последнее время очень часто слышу, особенно как слово «опыт» заменяют «my experience» и тому подобное. Может быть, это и неплохо звучит, но я все-таки приверженец того, что нужно сохранять свой язык в более первозданном виде. Датчане к этому вопросу относятся довольно щепетильно и стараются сохранить свой язык именно своим языком. Без лишней необходимости, не привлекая дополнительные иностранные слова. Но в вопросах датского быта, их отношения к жизни, их жизненной философии нам поможет разобраться Майк Викинг и его «Секрет датского счастья». После ее прочтения вы точно научитесь создавать вокруг себя атмосферу уюта. И главное, вам захочется ее создавать. Итак, датчане выделяют несколько основных этапов создания «хюги». Во-первых, это свет. Чем больше местных источников освещения, тем лучше. Свечи, гирлянды, торшеры – все это создает расслабленную и комфортную атмосферу. Во-вторых, не бойтесь обустраивать интерьер вокруг себя согласно именно своим предпочтениям, а не моде. Если вам нравится хранить миллион фотографий на пробковой доске, то на здоровье. Я переделала свое рабочее место согласно данному определению и скажу, что проводить время за рабочим столом стало гораздо приятнее. В-третьих, домашняя одежда. Она должна быть максимально комфортной. Пижамные штаны, теплые носки, нелепые свитера. В атмосфере «хюги» никто за это осуждать не будет. Разбираясь по пунктам, можно добавить еще несколько. Отключайте мобильные телефоны, будьте здесь и сейчас. Не соревнуйтесь со своими друзьями и не пытайтесь как можно больше рассказывать о своих заслугах. И, наконец, мое любимое – никаких разговоров о политике. Оставьте это для деловых переговоров. Причем в книге прекрасно сочетаются и полезный текст, и красивые фотографии, и инфографики. Это поистине скандинавское искусство. Сочетать строго упорядоченную информацию и уютное прекрасное оформление. Я очень советую приобрести эту книгу именно в печатном варианте, потому что она приносит удовольствие, даже когда просто держишь ее в руках. И я обязательно куплю еще несколько экземпляров своим друзьям на Новый год. По-моему, это будет отличный подарок. Лично меня этот маленький шедевр немного замотивировал, точно поднял настроение, и как-то совсем незаметно стал настольной книгой декабря. Ну и на этом у меня все. Увидимся с вами совсем скоро. Пока!